Всем привет! Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня, дорогие мои друзья, у нас с вами будет 4 расклада. Эти расклады будут в основном для девчонок. Ребята, подстраивайте ситуацию под себя, но я, как от именной женщины, буду рассказывать именно женщинам. Он больше подходит, я считаю, что и для моих женщин, любимых девочек. Все вы для меня девочки, молодые, красивые. 4 варианта расклада будет. Расклад будет на одной колоде. Выберите сейчас камешки розовый, сиреневый, зеленый, голубой. 4 варианта ответа вы можете загадать, поставить на камешки. Ну, конечно же, есть. Если у вас 2-3 человека любимых, вы можете поставить на несколько камешков. Можно сделать и так. Итак, намерения. Его намерения по отношению к вам. Что он думает по отношению к вам? Хочет ли он быть серьезным к вам? Какие-то серьезные планы строит? А может быть, просто так играет вашими чувствами? Сейчас мы попробуем в этом разобраться. Итак, 4 варианта ответа. Начинаем с первого варианта. Итак, первый вариант. Это у нас розовый кварц. Давайте посмотрим, что человек думает о вас. Его намерения по отношению к вам, действия. Смотрите, вы вылетели две карты, мы их оставим. Сейчас мы посмотрим. Все карты сразу выложу и будем смотреть. Так, ну что ж, скажу. По этому раскладу человек испытывает к вам нежные чувства, даже ревнует вас. Но здесь идет, знаете, вот самовлюбленный такой вот, самовлюбленный человек, он любит больше себя. Хотя постоянно говорит вам, что да, я тебя люблю, да, ты мне дорога, но ничего не предпринимает для вас. Минимально может быть он для вас и предпринимает, знаете, там сумку с магазина донести, подвезти вас куда-то. Или гвоздь в доме прибить, лампочку починить. Да, пожалуйста, это он сделает. Но больше вот на себя какие-то другие ответственности возлагать он не собирается. Карта подвешенная, подвешенное состояние, вы в нем находитесь и мне вас жаль. Потому что дальнейшего развития с ним я не вижу. Оно будет очень долго длиться, это будет зависеть только от вас. Его устраивает это положение дел. Но он любит вас вот как может любить, понимаете. Может быть, кого-то это именно положение дел и устраивает. Он считает вас очень сильной личностью. Самое достаточно, ему удобно с вами, понимаете. То, что вы не требуете от него жениться, не требуете, чтобы он купил вам дом, квартиру, машину. Потому что, в общем-то, я не скажу, что у него нет денег. Они у него есть, но он тратит их на себя, на свои какие-то нужды. Может быть, что-то строит дом, например, да. Или вот что-то для себя. Немного у него денег, но даже те деньги, которые у него есть, навряд ли он на вас их потратит. Ну, хотя может купить йогурт или там яблочко. Вот так, по минимуму. Но больше он не будет вам в вас вкладываться, потому что он вкладывается в себя. Не видит смысла вас вводить в свой дом и не переберется никогда к вам. Вот знаете, вот он любит, но вот на расстоянии такие приехал-уехал, вот приехал-уехал. Здесь, конечно, решать вам оставаться с этим человеком, не оставаться. Но также вот еще и у карты повешенные, если возвращаемся, да, то эту ситуацию можно под разным ракурсом посмотреть. Возможно, действительно вам нравятся такие вот безобязательства отношения. Вполне устраивают, его устраивают. И вы вот так вот живете. Но если вы все-таки хотите создать семью, то это вариант не ваш. Однозначно, вы можете долгое время ждать, слушать его сказки, но ничего, продвижения не будет. Нет. А здесь совет таков. Либо вы с ним прекращаете всяческие отношения, ищите другого человека. Либо вы остаетесь вот в таком подвешенном состоянии. Но человек самовлюбленный, хоть он и кажется, что услужливый, что-то для вас делает. Нет, он слушает только себя. Нет. Здесь развитий не будет. Хотя отношения неплохие. Человек, в общем-то, неплохой. Но вот как-то так. Это первый вариант. Теперь давайте посмотрим второй вариант. Аметиз. Продолжение следует. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь получается. Так, сейчас давайте я посмотрю. Ой, ну тут такой горячий мужчина выпал. Прям вот ваш такой обещает очень много, хочет от вас очень многого. Да, он такой сексуальный мужчина и много говорит, знаете, много говорит, много обещает, большие планы строит. Но, знаете, я могу вам сказать, действительно, он, возможно, и хочет с вами создать какую-то семью. Возможно, он хочет быть с вами. Почему я говорю, возможно? Потому что вот об этом, обо всём такое впечатление, что он говорит. Вот говорит, говорит. Очень много. Хотя здесь больше, вот именно что, говорилки какой-то, да. Я не вижу от него действий никаких. Если вот в первом раскладе, особенно человек ничего не обещает, ну вот так вот как-то живёте и всё. Здесь много очень рассказывает, рассказывает о будущем, как вы будете вместе, как вы будете жить, как у вас всё будет прекрасно, как он устроится на хорошую работу, как, может быть, у вас будут дети. Но почему-то это вот с какой-то отсрочкой идёт. Вот, знаете, на данный момент я не вижу его первых шагов к чему-то настоящему. Действительно, вот от этой болтологии перейти к делу я не вижу. И здесь, знаете, вот длинный-длинный путь показывают. Из карты как шут, дурак. Вот он болтает, как дурачок. Болтает, болтает себе. Но он ничего не делает, не предпринимает. И, знаете, ещё у меня такая вот информация идёт, как будто бы вы в него вкладываете деньги. Вот он вам рассказывает, давай мы сделаем бизнес какой-нибудь, например, да, вот бизнес. И вы даёте эти деньги ему, даёте на это развитие бизнеса, но деньги куда-то испаряются, исчезают. И причём он отговорки какие-то постоянно придумывает, куда эти деньги деваются и что вообще происходит. Вот как будто бы вы в него вкладываете, что-то ему даёте. Вот слышите его сказки, россказни и спонсируете его. Я не могу сказать, что он альфонс такой, нет. Он сам глубоко верит в то, что он рассказывает. Но вы? Зачем вам это надо? Вот эти россказни выслушивать, ещё и деньги в него вкладывать. Вот это я не понимаю. Вы сидите вот с распахнутыми глазами, с открытыми ушами и слушаете, и смотрите, заглядываете ему в рот. Поймаете? Нет. Здесь однозначно нельзя такого человека рядом с собой иметь. Или хотя бы прекратить ему финансовыми поддерживать. И просто сказать, если ты обещаешь, иди тогда, иди, как помните, стрекоза и муравей, да? Так пойди же, попляши, пойди же, заработай, сделай, принеси то, что ты говоришь. Не надо мне планы на будущее. Ты сейчас, здесь и сейчас мне принеси мясо, хлеб, молоко, да? Ну что-то продукты элементарно, или заплати за коммунальные услуги, вот что-то элементарно. Потому что здесь я не вижу много разговоров. Много. Давайте теперь посмотрим третий вариант. Зелёный камешек. Что здесь у нас происходит? Его намерение к вам. Что он хочет от вас? Что он хочет от вас? Так. Тут показывают общий дом. Либо вы вместе живёте, либо он действительно хочет с вами создать общий дом, семью хочет создать. Человек занимает какую-то должность, кресло. Но всеобещающее. Вот это вот гадание мне нравится. Знаете, либо вы действительно вместе уже живёте давно и друг друга понимаете с полуслова. Либо он вот уже говорит о том, что нужно создать семью. Если не говорит, то думает об этом. Не спугните тогда эту ситуацию. Я вижу, конечно, человек тяжеловатый. Тяжеловатый для вас. Но действительно он не врёт. Единственное, что мне здесь не нравится, здесь какое-то влияние извне. Здесь кто-то мешает. Может быть, даже какое-то магическое воздействие. Потому что вот какая-то задержка идёт. Вот вроде бы вот всё, всё, всё уже. Или обговорили бы, или он уже решил с вами быть. Здесь, ну, кто-то вмешивается. Вот, знаете, женщина идёт. Может, мать, сестра его, бывшая какая-то. Или, ну, здесь однозначно какая-то женщина тормозит ситуацию. Или бывшая, допустим, манипулирует ребёнком. Вот может быть так, знаете. И вот идёт какая-то заморозка. Вот или он какой-то замороженный в данный момент. Да, вот не может сдвинуться с места. Либо ситуация какая-то здесь показывает замороженная. А ведь всё шло к тому, и он идёт к тому. Но в любом случае он хочет создать семью. Хочет быть с вами вместе. Но тут кто-то как вмешивается. Здесь нужно вот убрать препятствия в этом раскладе. И тогда вы, возможно, соединитесь. Всегда говорю, возможно, никогда нельзя на 100% знать, что случится. Один Господь Бог знает, что может случиться. Но здесь намерение человека действительно создать семью. Или же жить вместе. Вот такой вот был третий вариант. Теперь давайте посмотрим четвёртый вариант. Что у нас здесь? Его намерение по отношению к вам. Что он думает? Что он намеревается сделать? Ой, слушайте, ребята. Но здесь это какие-то новые отношения. Это новые абсолютно отношения. И здесь всё такое новое. Какое-то вот прям, знаете, неважно, сколько вам лет, но вот такие чувства бабочки в животе, бабочки в животе. И такая магия среди вас. Очень услужливый мужчина. Вы очень расположены к нему. Очень, знаете, нежный, обаятельный. И, знаете, он вас видит, вот, ведьму какую-то, в хорошем смысле этого слова. Но женщину, которая, знаете, обворожительная, которая приманивает, притягивает, которая очаровывает его. Вот он просто в вас тает и в душе не чает. А, знаете, здесь ваша такая хорошая позиция, девчонки, вы можете влиять на этого человека. Вы как захотите, так и будет. Но здесь какая-то ещё поездка. Знаете, не знаю, может быть, вы куда-то собрались с ним поехать, или он вам предложил съездить куда-то. Пусть даже это недалеко, пусть это пикник какой-то, или там загород, или по городу погулять. Но тут какое-то путешествие, поездка. А вот смотрите, карта Стар, да? Звезда. Вы с ним в интернете познакомились. В интернете. И вы то ли ждёте эту встречу, то ли уже встретились. Ну, какое-то прям такое, знаете, вот я же ещё раз повторю, бабочки в животе. Но самое интересное. Десятка чаш. Закончится всё у вас с семьёй, предложением руки и сердца. И будет эта семья. И, знаете, всё как-то быстро, вот, знаете, всё спонтанно, всё легко. Вот, не знаю, видели глаза в глаза. Знаете, такое впечатление, что вы познакомились в интернете, да? Вот такая история сказочная. Вы ждёте встречи, вы, ну, вот, просто летаете от счастья. И он также трепетно относится к этой встрече. Вы договорились куда-то поехать. Вы встретитесь, вы поедете, всё. И вы уже поймёте, что вы половинки одного целого. Вот, в поездке и будет предложение руки и сердца, или будете сразу вместе жить. Вот я, ну, здесь с картой идёт вот такое объединение. Это вот самый лучший расклад, который сегодня был. Это самый замечательный расклад. И тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Но ещё раз я повторю, дорогие мои друзья. Смотрите все четыре расклада. Потому что где-то, да, срезонирует. Потому что бывает, что вы немножко где-то ошиблись, да, в раскладе. Посмотрели не тот расклад. А здесь, очевидно, вот, карта, интернет. Интернет. Вы познакомились в интернете. И всё как-то вот захлестнёт, захлестнёт. Всё закончится шикарно. Единственное, что смотрите только, чтобы всё встречаться на возрастающую луну. Начинайте отношения на растущую луну. Избегайте затмений. Принятия каких-то глобальных решений на затмение не нужно принимать, да. Делайте это всё осознанно. Даже если вы захотели замуж, он вам делает предложение. Посмотрите, если идут затмения. Не давайте никакого ни да, ни нет. Скажите, давай подождём. Сделайте такую интригу, да, я подумаю. Я подумаю, подождите месяц или там пару недель, пока эти затмения не пройдут. И потом давайте ответ, чтобы он был осознанный. Потому что, знаете, даже если вы дадите ответ затмения, вы будете чётко знать, что это ваш мужчина, он может подумать о том, что вы слишком быстро и рано дали ответ и может передумать. Поэтому вот на затмение не делайте никаких шагов. Нет, давайте ответ, когда уже всё будет солнечно и ясно. Но расклад очень хороший. Шикарный расклад. Так что, вот таких вот четыре расклада были. Я надеюсь, они вам понравились. Надеюсь, они были для вас какой-то подсказкой. Я желаю вам всем, милые мои девчонки, чтобы вы встретили наконец-таки огромную свою любовь. Действительно, чтобы это был мужчина вашей мечты. Чтобы вы понимали друг друга с полуслова. И, конечно же, прошу вас, пишите в комментариях под этим видео, какие бы расклады вы ещё хотели увидеть на моём канале. Я с удовольствием для вас их сделаю. Потому что мне гораздо приятнее делать те расклады, которые нужны лично вам. Я люблю вас всех, желаю вам всем здоровья, счастья, финансового благополучия, огромной неземной любви, взаимной любви и всего самого наилучшего в мире. Пока-пока.